В августе текущего года Федерацию тенниса Кыргызской Республики возглавил новый президент. Он приехал на родину в Бишкек после ряда лет, проведенных в Соединенных Штатах Америки, где выступал за университетскую команду в Нью-Йорке, а также являлся тренером женской сборной этого университета, выведя команду из третьего дивизиона во второй. Итак, знакомьтесь. Приветствую вас, дорогие любители тенниса. Меня зовут Медетов Нурдин, я являюсь президентом Федерации тенниса Кыргызской Республики. Нурдин Медетов теннисом занимался с детства. В 15 лет завоевал титул чемпиона Кыргызстана в парном разряде, а в 18 уже ушел из большого спорта и занялся тренерской деятельностью сначала в родном Кыргызстане, а затем и в Соединенных Штатах Америки, где к тому же успешно занимался бизнесом. Так что образование и навыки, приобретенные за границей, сразу же пригодились по возвращении на родину. Мы находимся на наших новых теннисных кортах, новой теннисной базе, которую мы построили в этом году. Она соответствует всем международным стандартам. Новые корты и, собственно, новая профессиональная теннисная база находится на побережье озера Иссыкуль в отеле Акун. Здесь постелены 4 корта с 5-слойным покрытием хард. Причем строительством кортов занимался сам Нордин Медведов со своей командой единомышленников. Но и с появлением такой базы было решено провести здесь сразу ряд турниров под патронажем Международной Федерации Тенниса. Причем, если раньше турниры ITF проводились в Кыргызстане 3-4 раза в год, то теперь их количество увеличилось до 16. В этом году мы запустили новый турнир категории J3, что является показателем роста уровня турниров в нашей стране. Это было необходимо для развития тенниса. Международные турниры категории J3 отличаются тем, что, начиная с четверть финалов, все расходы по размещению и питанию спортсменов берет на себя принимающая сторона. И это, конечно же, уже новый уровень. Именно такой турнир прошел на кортах отеля Акуны Сыкуль в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие порядка 100 теннисистов из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кореи и Турции. Российские спортсмены играли под нейтральным флагом. Стоит отметить, что турнир обслуживали судьи международного класса, предоставленные Федерацией Тенниса Казахстана. В итоге победителями турнира стали в одиночном разряде казахстанец Ирдолда Яросыл и россиянка Дарья Егорова, а в парном казахстанский дуэт Ирдолда Яросыл-Виталий Зацепин и российская пара Дарья Егорова-Дарья Шатнеча. Нашу страну на данном турнире представляли 8 игроков. Лучший результат из кыргызстанских теннисистов показала Влада Андреевская, которая в паре с россиянкой вышла в полуфинал в парном разряде. А накануне Влада победила в категории G4 в одиночном и парном разрядах. Ну а у нового состава Федерации много планов. Так планируется подать заявку в Международную Федерацию и провести турнир категории G2. Ведутся переговоры с командами Казахстана и Шри-Ланки для организации совместных учебно-тренировочных сборов. Ну и в планах проведения тренинга для кыргызстанских специалистов, для того, чтобы отечественные судьи приобрели международный рейтинг и работали на турнирах такого высокого ранга. Для развития тенниса также в нашей стране мы планируем строительство теннисной базы и также и в столице. Сейчас мы активно ищем участок. Мэрия нам взаимодействует с этим, помогает. Будем надеяться, что Мэрия с землей поможет и в Бишкеке также появится современная спортивная теннисная база. А мы желаем Нурдину Медетову и его команде успехов во всех начинаниях.